Где-то первый раз увидела Вито Рэмбоза. Ой, это было так давно. Ну вот случай один у меня запомнился вообще. Я тут живу в центре, а он тусил постоянно там с волосатыми чертями. Я училась, ну совершенно не в теме еще. И вот он сидит под Галлоперидолом. Я знала, что это депутат. Депутат Вито Рэмбоза? Да, он баллотировался в депутаты. Я знала, что это Галлоперидол так действует, потому что он вел себя неадекватно. А откуда ты узнала, что он был под Галлоперидолом? Может он просто пьяный был? Ну, у него была такая координация. Понятно. Ты, короче, в теме по этим штукам... Мне рассказали. Ну, понятно. Ну, это было весело. Депутат чудил. Депутат чудил. Ну, а что ты можешь сказать про Вито Рэмбоза? Вот какой он был там жадный, злой, добрый. Ну, его душевное качество. Ну, мы не были знакомы лично. Да, просто человек известный, и я его постоянно видела просто. А когда тебе дошла информация, что он депутат? Тоже через волосатых друзей. Ну, то есть это для тебя была не новость, что он депутат, как бы, да? Ну, я удивилась. А какой вот случай какой-нибудь на память вам приходит, вот, связанный с Вито Рэмбоза, где вы какое непосредственное участие там принимали, или находились, или видели это все? Ну, на концерте. Ну, он чудил постоянно. А как-то видим, он уходит в гриме. Пьяный его просто вот, ну, до первого мента. Ну, мы отправили его на такси. На твой взгляд, он какой был, добродушный, вот, или злой? Злого никогда не видела. Неадекватного видела. Депутат, а вел себя вообще в неадеквате. То есть, он у тебя, короче, запомнился, как неадекватный депутат, да? Да. Круто.